Добрый вечер! Вашем городе, на границах республики Молдова. В первую очередь энергетический сектор. Мы буквально зависим и связаны с тем, что происходит в Винницком регионе, в части энергетического сектора. Хочу вас спросить сейчас, в условиях бомбардировок постоянных практически России, энергетического сектора Украины, как сейчас живет город, как справляются с этим жители, особенно в холодный период, когда нет, мы так понимаем, отопления? Ну, слава богу, отопление у нас есть. Если говорить в целом об атаках на цивильную, извините, я думаю на украинскую. Да, если можете говорить, как вам удобно. Да, на гражданскую инфраструктуру всех городов Украины, в том числе Винницы, эти атаки продолжаются уже достаточно давно. Но большая активность стала, наверное, с октября месяца этого года, когда уже начали поступать холода, и у нас было несколько таких достаточно серьезных атак непосредственно на сам город и на ближлежащие территории, и в том числе на Винницкий регион. Я думаю, вы все слышали Ладыжинской, ТЭЦ наша, это тоже Винницкая область, и на Днестровскую ГЭС были совершены атаки, а это гораздо электроэнергия, которая в том числе поставляется и на город Винницу. Ну и некоторые подстанции тоже у нас подвигались соответствующим атакам. У нас были такие дни, если говорить о конце октября, о конце ноября, что по 10 часов не было света непосредственно в нашем городе, и в связи с этим, естественно, были определенные трудности и с работой электротранспорта, и с обеспечением тепла в наших квартирах и в наших домах. Но мы к этому готовились, мы знали, что могут быть вот эти террористические атаки российских войск на гражданскую инфраструктуру, и еще летом мы создали такой штаб чрезвычайных ситуаций, где определили все механизмы и методы реагирования на вот такую ситуацию, которая сегодня происходит. А именно что это? И закупили достаточное количество генераторов для системы теплообеспечения нашего города, имеется в виду для подачи тепла в наши дома через насосы, в том числе на индивидуальные тепловые пункты, на маленькие котельни. Мы обеспечили достаточное количество альтернативных видов топлива на твердотопливные наши котельни, которые где-то обеспечивают около 25% всего жилого фонда нашего города. Отработали механизмы обеспечения водой в случае невозможности работы водоканала, почистили все наши колодцы общественные, артезианские скважины, обеспечили тоже альтернативными видами энергетики. Отработали механизмы работы нашего муниципального транспорта. У нас много трамваев и троллейбусов. Кстати, он один из самых лучших системно-транспортных, одна из наилучших в Украине. Просто переориентировались на автобусы больше. То есть, знаете, это большой такой комплекс мероприятий, который сегодня нам позволил, будем так говорить, удовлетворительно удерживать ситуацию при той ситуации, которая сегодня существует. То есть, вот в начале октября или в середине, наверное, даже были перебои с подачей. Сейчас электроэнергия, иногда тепла. Сейчас, в принципе, ситуация, благодаря тому, что сориентировались местные администрации, уже не такая сложная, мы так понимаем. Смотрите, есть две факторы, извините, что я перебиваю, чтобы мы понимали. Фактор номер один – это подача электроэнергии. Мы все знаем, я думаю, вы тоже знаете, что в Украине есть в целом в нашей энергосистеме достаточно большие вызовы в этом плане. И мощности по разным территориальным громадам были фактически уменьшены. Подача этих мощностей электроэнергии была уменьшена вдвое. И поэтому электроэнергию в дома дают по графикам. Сегодня этот график по разным регионам, районам города работает таким образом. Четыре часа нету света, два часа есть. Это одна очередь, потом переходит на вторую очередь, так же самое. Четыре часа нету света, два есть. Но сюда не входят объекты критической инфраструктуры, это больницы, они не отключаются в городе. То есть специально и водоканал не отключается в городе. И другие объекты критической инфраструктуры, которые обеспечат, например, тепло. Потому что газ есть, и теплогенерирующие наши котельни, они подают теплую воду в трубы, в батареи. Но на случай, если не будет света, то включается генератор в этой котельне. И фактически подается это тепло опять же в квартире или в дома наших жителей. Вот про больницу вы уже ответили, это был мой следующий вопрос. А по поводу учебных заведений, до сих пор дети не могут вернуться в школы? У нас есть два типа обучения. Это смешанное, это кто желает выходить на оффлайн обучение. И у нас из 44 школ 32 школы работают по вот этой смешанной системе. Часть детей ходит. Ну, понимаете, родители не могут оставить своих детей, они работают. Поэтому дети ходят в школы. Кто-то учится в онлайн режиме, так как мы это делали во время ковида. Но каждая школа у нас, которая работает в оффлайн режиме, обеспечена бомбоубежищами. Мы провели колоссальную работу фактически во время подготовки до учебного года. Подготовили соответствующие эти бомбоубежища. Обеспечили их альтернативными видами энергетики. Я имею в виду, купили генераторы, такие большие генераторы по 24 кВт, для того, чтобы обеспечивать в случае необходимости электроэнергии непосредственно в этих школах. Ну и плюс еще во многих этих школах, фактически во всех, созданы такие пункты обогрева или пункты незлавности по-украински. Это на случай того, что если будет полный блокад, то жители ближайших домов возле этих школ могут прийти, зарядить свой телефон в этой школе, выпить горячего чая или теплого чая. Просто приготовить какую-то себе пищу или приготовить еду маленьким детям и просто согреться, потому что эти школы обеспечены необходимыми альтернативными источниками энергии. По поводу безопасности, потому что сначала нам сообщали, по крайней мере, то, что мы читали в новостях, что школы украинские все не могут вернуться к нормальному обучению из-за того, что это просто небезопасно. То, что это гражданские объекты, и, к сожалению, Россия не считается с тем, что там могут быть дети во время уроков и так далее, и ракеты могут попасть туда. Сейчас, насколько более или менее можно чувствовать себя в безопасности, учитывая, что вот я открывала, например, новости перед передачей, и за несколько дней, готовясь к этой передаче, постоянно сообщают о сиренах, о тревогах воздушных. Это означает, что угроза есть буквально каждый час в городе. Можно ли чувствовать себя в более-менее безопасности в Виннице сегодня? Я думаю, что во время войны себя никто не может чувствовать в безопасности, ни ребенок, ни взрослый человек. Вы же понимаете, что это же не есть война на какой-то линии соприкосновения. Учитывая то, что делают русские, то они просто уничтожают, они хотят стереть с лица земли фактически все города, и это у них, знаете, идея фикс, что только таким образом они могут нас победить, в том числе на фронте. Поэтому о безопасности 100% говорить невозможно. Естественно, наши силы противовоздушной обороны улучшают свою работу, и в том числе благодаря помощи демократических стран по налаживанию вот этой противовоздушной обороны, и мы им благодарны за это. Но никакая противовоздушная оборона на 100% не обеспечит эту безопасность. И поэтому на этот случай есть, а, надлежащие обустроенные бомбоубежища как в школах, так и в детских садиках, и в целом по городу, потому что мы их сделали таких около тысячи по всему нашему городу. Это и подвалы в домах с соответствующими санузлами, с генераторами, с каким-то минимальным обеспечением. Это объекты гражданской инфраструктуры, социального направления. Это не только школы, это библиотеки наши, там где есть подвалы, это спортивные школы, там где есть подвалы. То есть это называется найпростейшее укрытие, самое простое укрытие, где можно спрятаться от взрывной волны, от осколочного удара, потому что по большому счету инфраструктура, от попадания, прямого попадания ракеты, ну ее в принципе очень мало, как и в Молдове, так и в Украине. Ну за исключением метро там в больших городах-миллионниках. Но дети в школу ходят, ходят в детские садики. У нас работает около 27 детских садиков из 54, где в таком дежурном режиме около 3,5 тысяч детей посещают эти детские садики. И в случае, например, этой тревоги противовоздушной, воспитатели или учителя в школах просто собирают этих детей, отводят их в подвалы и проводят соответствующие с ними уроки или какие-то другие занятия. Хочу вас также спросить, все знали, весь мир видел то ужасное преступление, которое совершила Российская Федерация против жителей города Винницы 14 июля, когда погибли примерно 27 человек. И та маленькая девочка, которая узнал весь мир, к сожалению, в таких ужасных трагических обстоятельствах, после вот этой атаки, спустя вот несколько месяцев, сейчас жизнь в Виннице изменилась благодаря тому, что приняты новые меры безопасности. Как работает, например, полиция? То есть перестали ли избегать массового скопления? То есть возможно ли нормальная жизнь в Виннице, культурные мероприятия, обычная жизнь, которая с условием некоторых, конечно, ограничений? Ну, здесь я хочу сказать, что 14 число, это, знаете, это был черный день, но до того у нас было еще 4 ракетных удара на город. И в том числе, например, на наш аэропорт международный, где погибло 6 человек, например, гражданских лиц, это работники нашего коммунального городского предприятия от прилета одной ракеты. Это тоже для нас было, естественно, шоком. В том числе они пытались там 27, если я не ошибаюсь, числа, марта месяца, потому что 6 марта это было на аэропорт, 27 марта это была попытка уничтожить наш объект телекоммуникации, нашу вышку, но, слава Богу, там никто не пострадал, не так, 16-го. А 27 марта был прилет на одну из воинских частей, которая находится в одном из районов нашего города, в том числе рядом были жилые дома, знаете, это так называемые военные городки. Поэтому угроза у нас существовала фактически с первых дней войны. А если говорить о 14 июля, то я там был, я это все видел на свои глаза, реально 29 человек погибло в результате этого террористической атаки. Чтобы вы понимали, это микрорайон, где такой перекресток разных путей сообщения, имею в виду общественного транспорта, там очень метров 500 до центрального рынка, метров 600 до центрального автовокзала, километр до нашего центрального железнодорожного вокзала. И вот это попадание одновременно трех ракет произошло на фактически дом культуры, так званный дом офицерного, там всегда проводились наши концерты, городские вообще, городские концерты. Рядом находился уже уничтоженный медицинский центр. На этой площадке, в парковке автомобиля находилось 50 автомобилей, которые просто полностью сгорели. И кроме вот этой маленькой девочки Лизы, которой 4 года, погибло еще два мальчика, 7 лет и 8 лет. Один мальчик сгорел в автомобиле, я тоже это видел. Это, конечно, страшная картина, когда эти люди... Ты понимаешь, что ты им уже ничем не можешь помочь. Помимо того, 200 человек у нас получило ранение в результате этого ракетного удара. Естественно, я хочу сказать, что, наверное, 2-3 недели город был в таком штоке. И действительно, когда были воздушные тревоги, то на улицах было мало людей. Но, знаете, люди всегда привыкают к всему. И, по большому счету, сегодня уже нет такого страха, как был первую неделю, первые 2 недели после вот этого ракетного удара. Если говорить о безопасности в целом. Я хочу сказать, что, наверное, с первых дней войны наши органы службы безопасности, полиции, достаточно активно и эффективно отработали алгоритм вместе с территориальной обороной по безопасности в целом в городе. У нас не было такого какого-то всплеска криминогенной ситуации. Хотя, наверное, и комендантский час помог в этом плане. Но, тем не менее, я скажу, что они отработали как бы на пятерочку, если можно так сказать. И в том числе и в этой ситуации, я думаю, что именно полиция тоже много приложила для того, чтобы проводить разъяснительную работу среди населения с точки зрения собственной безопасности и с точки зрения реагирования на разных подозрительных лиц. Потому что мы же понимаем, в условиях войны и в нашем городе, как и в многих городах, были, будем так говорить, неблагонадежные элементы, засланные специально для того, чтобы деструктив вносить в общество. Но мы достаточно серьезно на это реагировали, быстро при том реагировали. И понимание у людей, у венеччан в этом плане есть. И самое главное, венеччане, знаете, они фактически объединились и, знаете, сгуртувались по-украински перед этой внешней угрозой. И я считаю, что если бы не вот это, знаете, такое чувство патриотизма, не вот это объединение, вот эта взгуртованность, наверное, было бы нам очень тяжело бы сегодня отдавать отпор агрессору. Вот, господин Морганов, у меня в связи с вашим ответом возникло еще два вопроса, которые я хочу уточнить у вас по поводу атак на гражданские объекты. Вы знаете, что Россия всегда отвергает, что бомбит гражданские объекты. Та атака, например, 14 июля в Виннице и другие в Одессе дома, в Николаеве, в Киеве. Как вы считаете, это действительно намеренная цель? И какова эта цель? Что показать Украине хотят российские военные, российская армия? Смотрите, я вообще по образованию истории, если говорить и понимать, как Россия действовала по отношению к Украине, к Молдове в том числе, кстати, и к другим государствам, где всегда возникали какие-то конфликты локальные, та же Грузия, Осетия, например, та же Чечня, если говорить о 90-х годах прошлого столетия. Ну и так далее. Всегда были попытки нас поработить, привести в рабство. Но каким образом это делалось? Запугиванием. Я думаю, что для них, наверное, кто-то там умный, в кавычках, сидит и думал, что если будут запугивать гражданское население, то будет, знаете, такой социальный взрыв, и люди будут требовать от власти, украинской власти, я имею в виду, идти на какие-то там переговоры на любых условиях и так далее. Но вот, кстати, после ракетного террористического удара 14 июля, это возымело, к примеру, для Виннис совершенно обратный эффект. Чтобы вы понимали, вот то, что я говорил, вот этот микрорайон, где были эти ракетные удары, там очень много домов, 50-х, 60-х годов застройки. И там много очень жило отставников и живет отставников. То есть тех людей, которые служили в Советской армии, да, семьи тех людей, которые служили в Советской армии, которые, ну, как бы помнят именно этот весь советский нарратив, будем так говорить. Вот. И я когда заходил в дома, которые были разрушены, потому что около 80 домов получили те или иные повреждения от этого ракетного удара, это же не только люди, да, это еще и соответствующая инфраструктура получила достаточно серьезные повреждения. Я заходил в квартиры, и когда перед тобой стоит там бабушка, которой там 70 лет, и она разговаривает на русском языке, и понятно, что это тот человек с того, ну, знаете, с той эпохи, и она с этой палочкой стоит и говорит, то чтобы он сдох, вы понимаете, о ком идет развод, и о лидере этих террористов, будем так говорить. Вот. Поэтому оно бы имело совершенно обратный эффект. Это, наоборот, как бы возникала такая, и возникает такая злость. Наоборот, еще больше объединиться, ну, а сгуртуватися для того, чтобы помочь вооруженным силам, чтобы помочь переселенцам, которые в силу этой войны были вынуждены бросить свои дома на востоке или на юге страны и переехать, там, не знаю, там, с какой-то, с пожирками, которые могли взять просто в свои руки и бежать глаза, куда глядят. Вот. И поэтому оно никак не повлияет на то, чего добивается сегодня Россия. Еще один вопрос. Даже молдавские власти, Кишинев, оценивал обстоятельства, при которых, может быть, вторая волна беженцев из Украины в Молдову, например, в холодный период времени года, когда будет очень сложно жить в условиях войны и еще и в условиях энергетического терроризма, так скажем. Все-таки этого, как мы понимаем, по данным статистики не произошло. Вот как вы объясняете, почему украинцы все-таки не покидают массово свои сейчас дома, свои населенные пункты в условиях уже двух таких важных и ужасных обстоятельств? Ну, я думаю, что первое. В любом случае, мы же по менталитету своему, украинцы, кстати, наверное, как и молдаване, так, больше привязаны к своему дому. Вот. И мы же тоже видим и знаем, что даже на границе именно военных действий в своих домах пооставались много людей, которые просто говорят, что я свой дом не брошу. Я там не брошу свой, условно, свой скот, который у меня во дворе находится, или там своих любимых животных, и у меня нету куда ехать или не за что ехать, хотя, ну, такая возможность есть. Да? Вот. Это один аспект. Второй аспект. Я думаю, что многие, которые могли выехать в начале войны, а тогда достаточно эта угроза попасть под оккупацию, она была намного больше. Вы же понимаете, например, если говорить о Виннице, вот февраль месяц 22-го года, начало марта, там, например, нам уже сообщают, что где-то за километров 70 или 80 до Житомира подходят российские войска. До Житомира, от Винницы, допустим, по трассе 130, по прямой до того места, там, 120 километров или там 150 километров. Тут рядом у нас Приднестровье, где мы наблюдали какие-то активности, в том числе того контингента, который находится у вас там в Приднестровье. С юга движутся с Одесского-Хриксонского направления до Вознесенска. Это тоже не так далеко от Винницы. По большому счету, это два каких-то суточных перехода на мобильной технике. Поэтому, будем говорить, южнее или восточнее, эта ситуация была еще хуже. Там, Днепр, Запорожье, Чернигов, там, Сумы, в том числе Киев, вы все это понимаете, какая была ситуация там по попытке окружить Киев, тот же Житомир. Поэтому люди действительно уходили от оккупации. И вот мы это пережили, потому что через Винницу проезжали как с запада, как с востока, так и с юга, так и с севера, и ехали на запад. Потом, когда уже вот эта угроза по оккупации, благодаря нашим вооруженным силам и международной поддержке, она уменьшилась, мы смогли, мы практически смогли... Да, господин Маргунов. Да. Мы фактически смогли застабилизировать эту ситуацию. И самое главное, когда эта угроза уменьшилась, люди стали возвращаться домой. Если выйти в Винницу, первое, начало войны... Если можно, давайте мы вот эти цифры, о которых я действительно хочу с вами поговорить, и об угрозах, которые, возможно, исходят из Приднестровского региона, и вообще представляет ли война в Украине опасность для Молдовы. Поговорим об этом через несколько минут после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире передача «В центре внимания». Продолжаем дискуссии с мэром Винницы. Господин Маргунов, мы остановились с вами на тех данных, которые действительно могут много рассказать о той ситуации, которая сейчас происходит в Виннице, по поводу количества жителей города, которые покинули в начале войны в феврале. Их дома. И сейчас, если есть данные о том, сколько вернулись из них? Смотрите, я вам скажу так. В связи с войной статистика сегодня не ведется. Статистика ведется в общем по Украине, по пограничной службе. Это единственное, что мы можем понять. В региональном отношении мы для себя наблюдали такую картину. Если в начале первой недели, второй недели войны, фактически, вот когда была вот эта угроза, чтобы достаточно активное продвижение войск российских было вглубь Украины, то, естественно, мы даже по городу видели, ну, такое, как правильно сказать, ну, так, уже неактивно было. Все люди прятались, люди боялись. И многие действительно, мы слышали, что многие убегали. Но мы все оценим это по количеству разных факторов, я не буду говорить, каких сил войны. Мы считаем, что около 10% непосредственно населения города выехало. Население города Винницы на начало войны составляло 387 тысяч человек. Вот, поэтому, ну, исходя из этого, можно приблизительно говорить, что около 30 тысяч выехало. Но у нас сегодня официально зарегистрировано 46 тысяч переселенцев. Из них 12 тысяч детей. То есть, по большому счету, даже если вот этих 10% выехало, то это более 10% у нас есть переселенцев. Если говорить о системе потребления электроэнергии, то у нас эта ситуация не изменилась в жилом секторе по отношению, например, к зиме прошлого года. Это один из таких факторов косвенных, где мы можем оценивать, насколько же у нас активность сегодня в городе. Мало того, я хочу сказать, что к нам заехало 247 релакованных предприятий из разных регионов Украины. Это в первую очередь, это Хайковская, Донецкая область, часть Киевская, Непропетровская, Хевсонская область и так далее. И это тоже есть определенная активность. Они переехали вместе со своими работниками. Ну, может быть, не в полном объеме, но в достаточно немалом количестве. Поэтому, если говорить о том, что тот вопрос, который был, как может вот эти катаклизмы повлиять, я имею в виду уничтожения энергетической инфраструктуры, на то, чтобы люди будут просто убегать, мы уже адаптировались. Знаете, когда первый месяц войны, то люди действительно были реально в шоке. Да, никто же не понимал, как, что надо делать, куда бежать, за что хвататься, будем так говорить. Да, сегодня уже многие приспособились. Многие начали... Мы же тоже в Виннице много сельского населения, но выходцы в села. И многие поехали к себе в свои деревни, в свои села, и там уже налаживают свой быт на зимний период. Поэтому говорить о каком-то таком оттоке людей, и в том числе опасности, как бы, притока людей для Молдовы, я считаю, сегодня не приходится. Вот, господин Мэр, вы сказали о том, что, естественно, Винница более-менее безопасный населенный пункт в сравнении, например, с Мариуполем в начале войны, когда его еще не захватили российские войска. В Николаеве тоже, наверное, все-таки более есть вероятен риск бомбардировок. Вот те внутренние переселенцы, так скажем, кто им помогает? Им помогает местная администрация? Или еще есть такие центры, например, сбора помощи от местных жителей? Насколько еще люди готовы помогать друг другу? Есть и психологический такой, наверное, момент, что все устали, образно говоря, от вот этой темы войны, о том, что нужно помогать, о том, что вот эта чрезвычайная ситуация. Или в Венеции этого не произошло? Эта усталость? Смотрите, у нас в Украине нет вообще понятия, что мы устали от войны. То есть мы точно поняли, украинцы, в том числе венечане, мы точно поняли, что у нас другого выхода нет. То есть сегодня идет борьба на выживание. Я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что россияне, они правительство, армия и просто даже ментально. Им не нужна Украина в таком состоянии, как она есть. Им нужна просто порабощенная территория с какой-то серой массой, которая будет выполнять те или иные нарративы или указания, вышестоящих, будем говорить, органов каких-то. Для них Мариуполь показал, что им не нужен красивый и процветающий Мариуполь. Потому что я точно знаю, что собой представлял Мариуполь до февраля 2022 года. Мэр Мариуполя, хороший мой товарищ Вадим Боченко, я знаю, сколько он сделал с 2015 года просто для развития этого города. А вообще децентрализация и реформа местного самоуправления очень сделала много для развития всех городов Украины. И в том числе областных центров, и в том числе и Винницы. Поэтому то, как мы развивали свои города, как мы обустраивали и создавали комфортные условия для жизни, для отдыха, для работы, мы это все знаем. И мы понимаем, что это все хотят уничтожить. Поэтому мы точно не хотим жить так, как, например, живут в глубинке России. И мы это тоже видим на разных кадрах, в сетях и по телевидению. Это первая позиция. Вторая позиция, что для нас важно победить и дальше развивать нашу страну. Потому что мы точно хотим жить в демократическом обществе. И для нас действительно очень важна поддержка. И мы понимаем, что если мы только устанем, то мы не достигнем этой цели. И самое главное, а сколько людей, в принципе, погибло гражданских и военных, украинцев, в том числе и не только украинцев, а тех людей, которые приезжали из других стран, как добровольцы для того, чтобы защищать нашу страну. Даже во имя их светлой памяти мы точно не должны ничего уставать, а наоборот обедниться и сконцентрироваться для всеобщей нашей победы. И самое главное, защиты всему демократическому обществу, в том числе, я считаю, Молдовы, от того, чтобы у вас не было той ситуации, которая сегодня происходит в Украине. Да, господин Маргунов, по поводу российской пропаганды, еще одного оружия Москвы, которое используют в том числе и на территории Республики Молдова, наверное, еще на территории Украины, хотя я знаю, что был принят ряд мер по борьбе с российской пропагандой. Вот на ваш взгляд, тем более вы как историк, как человек, который долгое время руководит городом Венеция, какие главные нарративы вы сейчас замечаете в российской пропаганде, и на сколько они еще влияют на жителей Украины и на жителей Венеции? Вот возьмем ваш город, например. Ну, я скажу так. Наверное, на Востоке, вот мое личное мнение, на Востоке это российская пропаганда, она, вот на линии соприкосновения, она, наверное, работает более эффективно. Или работала, давайте так. Работала более эффективно. Но после того, когда люди увидели, что делают русские солдаты и в том числе наемники и зэки, которые там привлечены для ведения военных действий на Востоке Украины и на юге, то я думаю, что никакая русская пропаганда сегодня не может зайти в умы нормально здравомыслящего человека. Это первое. Если выйти в Венеции, я уже сказал на примере вот этого террористического ракетного удара 14 июля, когда люди, наоборот, обозлились против этих всех действий. Сегодня эта пропаганда, она более мягкая. Знаете, какая? Ну, например, там, покритиковать за какие-то там вещи в социальных сетях через каких-то ботов действия того или иного военачальника или тех или иных подразделений вооруженных сил. Что они сделали что-то не так. То есть создавать какой-то такой нарратив, наверное, некомпетенции, например, или нежелание высшего руководства страны, политического руководства страны, идти на переговоры и внесение такого нарратива, что вроде бы как бы власти Украины не интересуют там судьбы людей. Это все неправда. Я уже объяснил почему. Вот. И мы это все видим, и мы это все понимаем. Но самое главное, это не действует на украинцев. Я не спорю с тем, что есть какой-то маленький процент людей, которые где-то в силу, может быть, своей необразованности или подачи влияния вот именно таких нарративов могут где-то поддерживать или там, условно говоря, разносить эту всю историю. Но у нас неплохо работает служба безопасности в этом отношении. Вот. И она достаточно серьезно пресекает будь какие-то такие вещи, которые касаются там коллаборации или сепаратных каких-то настроений. Потому что только в единстве украинский народ может победить этого врага. Российские СМИ доступны на территории Украины? Я понимаю, что на телевидении обычно нет. А вот в интернете, как вы считаете, интересуются ли жители Украины этими источниками информации, по крайней мере, так, для общего... Смотрите, реально, вот если ты там берешь, заводишь там какие-то вещи, то многие российские, русские сайты, и не только как новостные, они, в принципе, заблокированы. И я считаю, что в условиях войны это правильно. И в условиях даже угрозы войны это тоже правильно. Я, конечно, не имею права там советовать будь-ка нашим соседям, но я считаю, что в таких условиях любое государство должно себя обезопасить от этой гибридной, понимаете, войны. То есть пропаганда – это же тоже элемент войны. И это тоже может влиять на общество в силу тех или иных процессов или подогревания какой-то критической ситуации, нестабильности в любом обществе, в любом государстве. Это, кстати, происходит и в Европе, я уверен, происходит и у вас в Молдове. Поэтому я думаю, что это правильно, это надо делать. А уже когда мы говорим о демократизации нашего общества с точки зрения информационности, то мы полностью имеем доступ до любых коммуникационных площадок, до любых информационных ресурсов, в том числе и молдовских. И у нас нет информационного голода, скажем так. Вот честно меня обрадовало то, что вы из тех нарративов или пунктов, которые еще существуют в российской пропаганде, назвали только попытку убедить в некомпетентности и так далее. Вот этот нарратив, который звучал в начале войны, объяснялся в том числе из уст самого Путина и его ближайшего окружения об украинских националистах. Сейчас этот миф, вот этот нарратив пропаганды, он уже растворился, потому что в него никто не верит? У нас вообще понятия такого не было. Ну, условно говоря, какой националист президента Зеленского, который по национальности еврей? Это первая позиция, да? Мало того, я вам скажу, у меня фамилия что, русская, правда? Да. Вот, но я как бы родился в Украине, и я четко понимаю, что собой представляют вот эти нарративы по поводу националистов. Значит, мы все есть националисты, весь 40 миллион и украинский народ, ну, если говорить об этом, то в этой ситуации, это ж, знаете, это от лукавого здесь заложен такой, знаете, двойной смысл. Если мы все украинцы националисты, значит, нас всех надо уничтожить. Вот, то есть у нас же нет такого понятия, что там, условно, есть каких-то 100 человек в нашем городе, вот они отъявлены националисты. Или, если ты любишь свою землю, если ты любишь свою страну, если ты любишь свой родной язык, если ты просто есть патриот своей страны, то, значит, мы националисты. То есть это их нарративы. У нас совсем другое восприятие, понимание национализма, да? Вот, потому что можно так же само сказать, что русские националисты в своем как бы мире живут для того, чтобы уничтожить весь мир, потому что они за Россию и они за русский мир. Поэтому это все такое, знаете, как я уже сказал, от лукавого. Здесь надо быть очень бдительным в этих всех вопросах для любой страны, для любой нации. Вот, и самое главное, что мы есть патриотами своей страны, и мы любим, я еще раз повторюсь, и свои города, свои села, свою страну, свою землю. Мы любим на ней работать, и мы действительно все хотим для того, чтобы наша страна развивалась и процветала. Господин Марганов, тоже еще один такой вопрос. Важно понять и здесь, в Молдове, и русскоязычному населению. Украинцы, может быть, вот лично вы хотите ответить ваше мнение, разделяют Кремль, российскую власть и российский народ? Их позиции по отношению к Кремле? Раньше разделяли, сегодня нет. Мы же видим в соцсетях, какие происходят, условно говоря, у нас это, я не хочу, как это у нас называется, ну, дискуссии, давайте так, вот, допустим, там, даже вот 14 число, когда 14 июля произошло, сколько было в телеграм-каналах комментариев от, ну, мы считаем, русских людей, которые кляли и желали, что нам бы еще побольше этих ракет, и пускай эти бандеровцы там умирают, погибают, эти дети и так далее. То есть, там была полностью радость. Я очень надеюсь, что это не все население так думает, такой большой страны. Надеюсь, что нет. Как вы считаете, Смотрите, мы когда в 13-м году или в 4-м году, когда была помаранчевая революция, мы видели какую-то угрозу демократизации нашего общества, то украинцы просто вышли на улицу. В 13-м году, когда Янукович отказался от евроинтеграции, от европейского курса развития нашей страны, мы вышли на улицы. Понимаете, все вышли, фактически все вышли на улицы с протестом. Почему в России сегодня это не происходит? Они 100 тысяч людей потеряли сегодня это официально, только вооруженных сил самой Российской Федерации. Наверное, их все устраивает или, наверное, их сильно зомбировала их местная пропаганда. То есть, знаете, здоровый дух общества, любого демократического, определяет улица фактически. Но не улица не бандитская, а улица протеста и улица выражения этого протеста, что да, мы не согласны сегодня с действиями там теми или иными власти. Поэтому мы на сегодняшний день, к сожалению, не можем разделять Кремль и российское общество, а это в нашем понимании единое целое. По поводу Республики Молдова нас действительно очень понятно, что интересует то, что сейчас происходит на границах у Молдовы, в том числе в районе Винницы. Как вы считаете, сейчас существуют ли прямые угрозы безопасности Республики Молдова? И спрашиваю вас это в контексте, не знаю, если вы слышали, на днях глава службы информации безопасности Республики Молдова заявил о том, что Россия может попытаться повторить попытку простроить вот этот коридор так называемый к Приднестровскому региону. Вот по вашим оценкам есть ли такая угроза? Ну, во-первых, я очень люблю Молдову, у меня много друзей в Молдове, и поэтому я, знаете, так, с такой любовью отношусь к Молдовскому народу и вообще к вашей стране, и просто к хорошему, доброму соседу, если уже говорить с точки зрения как бы моей работы там, как мэра города, который находится по соседству с Молдовой, ну, я имею в виду региона нашего. Я считаю, что ваша безопасность уже была определена в 90-е годы, фактически, и вы это сами лучше нас знаете. Вот, ну, я имею в виду то, что создала Россия у вас такой анклаву, по моему мнению, это в виде Приднестровья. Я не есть экспертом там, условно, международной политики, и, по большому счету, я не имею права комментировать какие-то такие вещи, которые касаются другого государства, вот, но я думаю, что вот эта угроза в целом порабощения или возобновления Советского Союза в границах до, там, августа 1991 года у России есть, у российского руководства есть, у Путина есть. И я думаю, что Молдова в этом списке не исключение, а только дополнение. Ну вот, мало того, я думаю, что для них очень важно возобновление вообще сфере влияния в границах Варшавского договора, хотя мы понимаем, что это фактически не произойдет. Вот, поэтому будем так говорить, что только от нашей солидарности, от взаимоподдержки друг друга, от помощи друг друга, я имею в виду Украина, Молдове и Молдова в Украине, спасибо вам за вашу позицию, я имею в виду вашего правительства и вашего президента, мы сможем, ну, ограничить или убеспечить себя от этой угрозы. Вот насчет поддержки со стороны Молдовы, знаем, что важно и с экономической точки зрения сотрудничество, например, даже вашего региона, в частности, потому что железная дорога проходит, тоже недавно было открыто направление, вот, как бы вы оценили развитие экономических связей, вот, с началом и ходом войны, они как-то, может быть, усилились, потому что нужна помощь, или наоборот, есть какой-то небольшой застой, потому что есть определенные риски? Смотрите, у меня нет данных сегодня по какому-то там сальдо товарооборота, мне тяжело сейчас сказать по нашему региону, вот, но с точки зрения логистики однозначно увеличилась и усилилась ситуация, потому что вы понимаете, когда у нас были порты закрыты, то много чего шло через Молдову, я имею в виду, через Тирича или Фурами, я считаю, что при строительстве вот этого нового моста в районе Сорок и железнодорожного и автомобильного, нам будет намного легче торговать и просто взаимодействовать и дружить с друг другом, и это поможет экономически как мы Молдове, так и, например, Винницкому региону, мы наоборот должны вот эту логистику, по моему мнению, ну, улучшать и укреплять, потому что мы действительно не враги друг к другу, как Украина и Молдова, как два независимых государства. А если с точки зрения взаимодействия на уровне общин или территориальных громад, конечно, хотелось бы, чтобы это общение, оно было еще более теснее и более лучше. До войны, объективно, мы с рядом городов Молдовы, мы имели там периодические контакты, культурный обмен, но я больше стою не только на позиции культурного обмена, а и на позиции экономического взаимовыгодного сотрудничества между разными общинами украинских городов и молдовских городов, вот, и между нашими странами. В завершении, господин Маргунов, понятно, что от очень многих факторов зависит и внешних, то, как и когда закончится эта война, как победы Украины, а когда, я бы хотела вас спросить, какие у вас прогнозы, может быть, понятно, что вы обсуждаете, наверное, это и с руководством, есть какие-то взаимосвязи с высшим руководством страны, ваши ожидания, когда стоит ожидать? Ну, я вам скажу так, сегодня, даже вот вчерашний приезд, или перебывание нашего президента Владимира Зеленского, главнокомандующего нашего, верховного главнокомандующего в Соединенных Штатах Америки нас селяет достаточно такой большой оптимизм. То есть, мы позитивно настроены на то, что увеличится военная поддержка, и не только военная, с точки зрения решения вот этих чрезвычайных ситуаций по уничтожению критической инфраструктуры, я имею в виду вот этими террористическими артаками, то есть, соответствующая помощь в этом направлении идет, нам, смотрите, нам надо больше вооружений, больше систем ПРО, для того, чтобы было безопасно, кстати, и Молдове в том числе, чтобы было безопасней, потому что у вас же были там залеты на границе соответствующих каких-то частей ракет и так далее, да, вот, или какие-то ракеты в Черновце летели через север Молдовы, вы это знаете, если вы из Черного моря по прямой, вот, поэтому это тоже в ваших интересах, именно усиление нашей силы противовоздушной обороны. Мы, конечно, настроены на то, чтобы быстрее закончить эту войну. Вооруженные силы Украины, они достаточно профессиональные на сегодняшний день, многие из них уже имеют достаточно серьезный боевой опыт, мы работаем по стандартам НАТО, то, что мы общаемся, например, с нашими военными и на, фактически, на достаточно высокотехнологическом оборудовании вооружении, которое мы имеем на сегодняшний день благодаря этой поддержке. Мы понимаем, что сегодня русские будут действовать, как в 41-м году, знаете, вот, когда-то был такой фильм Никиты Михалкова «Опаленное солнце», если вы помните, то там в третьей части этого фильма там есть такие кадры, когда там условно немецкий дзор и людей, советские генералы просто с палками сотнями тысячами бросают на то, чтобы просто живой силой забросать этот пулеметный дзор. Но сегодня вот они действуют на разных участках фронта именно таким образом. Просто не жалеют людей. Поэтому в этой ситуации я считаю, что мы в любом случае хотим в этом году закончить в 23-м году закончить эту войну и победить. Спасибо вам большое, господин Маргунов. Сил вам и победе Украины и мира Украине. Всего вам доброго. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Уважаемые телезрители, спасибо за внимание. Увидимся в эфире «Република ТВ». Република ТВ. Република ТВ.